Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сейчас на экран расширю свой слайд. Мой доклад посвящен вопросам этики искусственного интеллекта. Эта тема очень актуальна в последние годы. Это можно видеть по количеству тех публикаций, которые появляются в открытой ТСС, по количеству книг, монографий, коллективных монографий, которые также активно издаются. И по тому, как большие корпорации объявляют о своей приверженности принципам этичности искусственного интеллекта. Мы можем найти последствующие коды, документы на сайте Хайби, ВМВ, Бош и многих других компаний. Одно из больших событий в этой сфере, случилось уже лет 6 назад, когда такие компании, как Amazon, Facebook, Google и другие объявили о создании партнерства вот в этой сфере для того, чтобы разрабатывать именно этичный подход к искусственному интеллекту. Вот у нас есть на слайде список тех компаний, которые подключены к этому проекту сейчас. И также там большое число неправительственных других организаций тоже в этом участвуют. Значит, есть рабочая группа, есть направления, соответствующие в IEEE, которые выпустили уже вторую версию документа, это и ethical alignment design. Можно на их сайте с этим документом ознакомиться. Есть подходы, которые предлагает нам европейское сообщество. Вот под гидой терапевтской комиссии работала аспектная группа, которая также создала свои рекомендации, которые уже активно используются. Также другие страны активно к этому присоединяются. Недавно было сообщение, что Китай принял кодекс спецификации пяти искусственного интеллекта. Не так давно в Российской Федерации было также объявлено о том, что есть некий альянс в этой сфере, который эти рекомендации применяет. Но когда было сообщение про китайский документ, я обратил внимание на некоторые настороженные публикации со стороны европейских и американских исследователей, которые сказали сомнение, что этот кодекс как-то соответствует тому, что принимает Европа и США, и что будет применяться в том же самом направлении. Это побудило вспомнить такую известную вещь, как вот две этические системы, классификацию, которую давно предложил Владимир Алексеевр. У него была очень простая классификация на западную и советскую этическую систему. Он показывал, что одни и те же этические проблемы находят разные решения в этих разных подходах. Его классификация была подтверждена потом небольшими натурными исследованиями, когда на самом деле одни и те же вопросы приводили к разным ответам со стороны европейских и европейских и европейских исследователей тогда. Вот и возникает вопрос, а как же тогда будет дальше развиваться этот подход к техническому интеллекту, если мы видим даже на примере вот такого применения, как рейтинг человека. В Китае объявлено о введении социального рейтинга, это мы давно говорили, но вот в этом году это стало уже официально. Европейский Союз, наоборот, объявил о будущем запрете на искусственный интеллект, который будет делать какие-то социальные кредитные рейтинги для оценки благонадежности, на оценки поведения или качества личности. То есть мы видим в реальности, что разные направления деятельности, разные понимания о том, что же такое этичность в применении искусственного интеллекта. Есть у нас от ЮНЕСКО в этом году выпущены рекомендации, тоже довольно-таки большой документ, более 27 страниц, если я правильно помню, где указаны и принципы деятельности, и приоритетные области, и много-много всего. Опять-таки, многие страны уже объявили о поддержке именно этих рекомендаций. Что касается классификации на две системы, как и любая дихотомия, она оказывается слишком простой, слишком слабой, чтобы показать все возможные ситуации. Разбираясь вот в описании этических систем, можно перейти к более сложной классификации, которая была предложена Константином Триловым. Вот на данном слайде вы видите основную формулу каждой из этих этических систем. Они условно были названы этикой Юга, Востока, Запада и Севера. В принципе, это подтверждает наши эмпирические наблюдения, потому что этика, например, стран Дальнего Востока, она не совпадает с этикой стран Ближнего Востока. Вот, так сказать, стороны света, в принципе, разные, и этика и поведение людей тоже отличаются. Вот у Трилова была сделана довольно-таки неплохая попытка описать эти этические системы с формальной точки зрения. И возникает вопрос, а как же соответствуют вот представленные кодексы этики вот этим этическим системам? Вот это то направление, которое меня сейчас заинтересовало. Я надеюсь, что по итогам и нашей конференции, и той статьи, которую планирую подать в будущий сборник, нам удастся сравнить основные положения текста рекомендации и немножко проанализировать кейсы применения этих рекомендаций. Ну, а далее моя цель является привлечь внимание к более формальному описанию этики и этичности, а более далекой целью, более глобальной, это подход к автоматизации определения уровня этичности той или иной системы, чтобы это делал не человек, не исследователь, у которого уже в голове какая-то система этическая вложена, а чтобы мы это могли поручить искусственному интеллекту, чтобы он оценил, насколько этично или неэтично является та или иная реализация системы. Таким образом, удастся перейти от позиции людей, которые наблюдают за тем, куда катится мир, к позиции того, чтобы подкорректировать это движение в нужном направлении. Спасибо.